всем привет подписчики зрители канала очередной вопрос задал один из подписчиков значит был сервисе на замене масла и там кто моторист кто менял слесарь сказал что что парень у турбина гонит масло тебе ее надо ремонтировать итак ребята следите за мыслью рассказываю все по-простому значит какие ситуации возможны и что можно сделать итак начинаем для того чтобы самому убедиться что у вас турбина гонит масло есть простой такой способ я уже снимал видео на канале ролик об этом есть но видимо как-то не всегда его можно найти повторюсь еще раз надеюсь это кому-то пригодится погнали первое ребята вот турбина да вот у нас вход с фильтра выход патрубок идет уже на интеркулер охлаждается и подается в двигатель значит наличие масла на патрубках не видно тут нет вот у меня его нет особо но большинство автомобилей бывает такое уже с пробегом которые эти патрубки в масле то есть и по причине того что и по трубке уже изношен это также присутствует и на cda и то есть любых дизелях которые имеют турбину значит и люди бывают так что специалисты определяют неисправность турбины то есть патрубки сырые в масле все турбина гонит масло хотя хотя отремонтировав турбину и поставив на место часто обнаруживают что патрубки все равно становятся такими же сырыми а масло в двигателе как уходило так и уходит объясню диагностику турбины значит вот эти все патрубки у нас вход и выход к ним подходит большинстве случаев сапун да и если с мотором есть какая-то неисправность у нас вот по этой трубочке картерные газы с парами масла у нас попадают снова во впускной трак и соответственно проходя сквозь турбину идут по интеркулеру охлаждаются и частично он попадает в двигатель но это ладно и вот после таких диагностик бывает что люди отремонтировали турбину но ничего не изменилось значит первое правило у вас автомобиль есть подозрение да там возможно вы доливаете масло в двигатель от замены до замены значит как проверить турбину своими руками если вы хоть чуть-чуть с техникой связаны то есть что надо сделать мы снимаем откручиваем вот хомут этот патрубок идет уже на интеркулер и снимаем вот этот патрубок это у нас воздушный фильтр воздушный фильтр то есть воздух очистился подался на турбину и пошел дальше сам двигатель мы снимаем эти два патрубка значит многие определяют степень износа турбины по раскачивая вал крыльчатки турбины раскачивая его пальцами вверх-вниз то есть на продольное севой люфт ну во первых проверить самому турбину вот таким способом можно в основном может только тот человек который уже много раз так делал да если есть опыт я уже знаю какой люфт должен быть и сразу вам скажу что даже в новой турбине будет люфт так что если вы купили новую турбину там даже не оригинальную начали там качать пытаться измерять что-то люфты вы обнаружите люфт не вздумайте бежать магазин обратно там говорить что тут браковано люфт это обязательное условие без люфтов я не видел новых турбин также не видел катериджей турбин которые я менял так что люфт в турбине это не показатель еще того что у вас именно турбина подкидывает масло в двигатель значит простой способ мы сняли оба вот эти патрубка значит заводим автомобиль то есть протерли тряпочкой там будет обязательно масло в турбине всегда присутствует масло значит сняли патрубок вот у нас здесь получается выход то есть турбина нагнетает воздух двигатель мы садим одного человека за руль заводится машина берется лист чистой бумаги кто может не въедет я оставлю ссылку на на видео где я разбирал показывал наглядно ставим лист бумаги сюда и человек газует но если нет второго вот у вас газулька здесь в данном случае у меня тут механический привод у цеда еда не получится то есть надо будет кого-то ныне суть даже можно подпереть там газ палочкой там средний двушку трешку оборотов дать ему и это самое и поставить лист бумаги подержать посмотреть если турбина у вас швыряет масло у вас на бумаге будут следы от этого масла я в видео показывал газовал и так и всяк у меня как бы она не гонит масло все работает в порядке значит это первый момент хорошо проверили если не кидает да зачем мы снимаем вот этот впускной патрубок с фильтра для того чтоб можно сапу над соединить но я снимаю как бы чтобы посмотреть состояние крыльчатки то есть я в этом понимаю и чтобы можно выдернуть отдельно конечно чтобы исключить сапун чтобы у нас во время эксперимента проверки турбины движок не подкинул маслица и вам не показалось что у вас гонит турбина масло далее действие второе бывают моменты что после ремонта турбины она все равно начинает гнать масло и начинается такая песня как плохо сделали турбину или она некачественная или брак заводской значит ребята очень внимательно относимся к сливной трубке что такое сливная трубка вот у нас идет подача на turbo на турбину а вот снизу у нас там ровно снизу идет вторая трубочка которая сливается по которой сливается масло в поддон значит и со временем на автомобилях которым уже достаточно лет а иногда даже недостаточно достаточно машине на которой долго не меняли масло то есть считает что на нем можно ездить и 15 и 20 тысяч особенно условия работы бывают разные бывают это маршрутная такси которая газ разгон торможения разгон торможения бывает трассовые варианты ситуации бывают разные сам сам сама суть того что я говорю что сливная трубка она меньшего диаметра чем подача масла немного и соответственно со временем так как масло у нас черное постоянно в двигателе постоянно она особенно если долго не меняется это сажа микроны за микронами на трудно стенках трубочки это оседают и соответственно наступает момент когда при подаче масла она в полном объеме не может смыться ввиду забитости этой этой трубки сливной соответственно начинается что куда деваться естественно она погонит или в глушитель или соответственно в интеркуллер то есть обратно в мотор так по кругу это будет происходить не большими частями не надо думать что там ведрами сразу будет жрать просто начнется вы в какой-то момент заметите начнете под поддаливать масло ну и со всеми вытекающими так что после того как вы проверили надо обязательно снять эту трубку и проверить что она не забита потому что бывает эта ситуация момент очень частый значит и после прочистки этой трубочке сливной вдруг оказывается что турбина то у нас рабочая и еще отбегает ни один ни одну ведь ни один десяток тысяч километров так что ребята это очень важно это вот основная дальше моменты с турбинами мифы о супер там ремонте турбин о что там оригинал надо покупать только значит развею вам сразу я сам лично перебрал много турбин и происходило это у меня не было ни станка для турбин для регулировки балансировки валов а фишка вся проста в том что сейчас в наше время на любую турбину практически можно купить картридж то есть что такое картридж картридж это полностью вал вот в этой чугунной в чугунном корпусе вот у нас подача масла обратка а вот у нас сам картридж то есть вот это вот у нас видим болты это навеснуха навесную как бы улитки эти что здесь короче снимается улитка что холодное что горячие это вот все аккуратно снимается и ровно также аккуратно прикручивается обратно все то есть если вы есть желание и вы чувствуете в себе что вы сможете это сделать вы можете спокойно заказать картридж узнать там в магазине какие чаще заказывает то есть почитать на форумах там несколько фирм существует по крайней мере на немцев я точно знаю фирмы три или четыре есть и наменял их очень врать не то что очень думаю около 20-25 штук я точно сменил меня даже есть видео на канале где на рынок меняю картридж значит ходят они отлично они уже от балансированы там все закрашено по другому турбину вы не соберете вот захотите собрать по-другому ну очень тяжело не получится там везде направляющие есть то есть мы когда ее сняли метим метим как что стояла чтобы тут если вы боитесь сделали там маркером или зацарапали как вот оно на старом корпусе также на новый все собираем проверяем смазываем ставим там время комплекте будут все колечки все что надо там есть собираем ставим и забыли забыли то есть поставили поехали этим вы сэкономите то есть турбина может стоить и 20 тысяч может 50 может 100 и 200 то есть ценники разные перед тем как заморочиться просто посчитайте прикиньте возможно легче купить вставочку поменяли и забыли эта вещь турбина она вот есть у нее свой пробег и все там как над ней не танцуй все равно она отбегает у кого-то бывает доходит и до 300 тысяч там кто-то рассказывает 500 ну как бы это уже так что ребята возможно данное видео кому-то поможет в ситуации с турбиной кто-то задумается возможно и сам попробует картриджи с я не знаю как сейчас они стоят год назад я знакомому делал на какой-то не полный мотор что-то она 6000 что ли 6000 стоил картридж соответственно ну плюс замена я самым балансом боялся как бы я ему перебрал то есть одно дело вам обойдется это турбина в 10 11000 на с новым картриджем чем вы поедете там что-то новое за облачные цены так что ребята все оставлю ссылку на видео где я показываю как проверять и это самое и на группу вконтакте так что надеюсь кому-то это видео будет интересно кому-то поможет подписываемся лайкуем и до новых видосов всем пока